Здравствуйте, друзья! С вами КикОбзор. И в этом выпуске мы расскажем, как создавалась компания Google и насколько она большая. В 1995 году, когда люди еще не представляли, что такое интернет или как его использовать и нужен ли он им вообще, 22-летний Ларри Пейдж и 21-летний Сергей Брин впервые встретились в Стэнфордском университете. Став хорошими друзьями, они начали сотрудничать в поисковой системе BackRab. Отметим, что в 1995 году существовало уже около 13 поисковых систем на выбор, и почти все они были ужасными. Они не предоставляли ничего и отдаленно похожего на то, что запрашивал пользователь. Но BackRab заметно отличался. Он имел секретный алгоритм, разработанный Пейджем и Брином, который назывался PageRank. Этот алгоритм и стал одной из причин, из-за которой BackRab был намного лучше, чем другие поисковики того времени. Алгоритм был ключом, секретом, который косвенно будет стоить миллиарды в будущем. 15 сентября 1997 года BackRab изменил название на Google. Многие из нас действительно видят только поверхность Google. Мы используем их онлайн-сервисы каждый день. У многих из нас есть телефоны с функцией программного обеспечения от Google, а может даже и аппаратные средства разработки Google. Google – это автомобили с автопилотом и оптические очки дополненной реальности. Но очень немногие люди задают себе вопрос, насколько велик Google? А что еще они делают? Давайте выясним. Пожалуйста, убедитесь, что вы сидите, прежде чем продолжить, потому что Google гораздо больше, чем вы думаете. Итак, во-первых, мы посмотрим на несколько интересных приобретений Google в прошлом, а после немного глубже на определенные революционные вещи, которые эта компания сделала на протяжении последних нескольких лет. На седьмом месте операционная система Android. День приобретения 17 августа 2005. Стоимость – 50 миллионов долларов. Операционная система Android обладает очень гибкой архитектурой, что позволяет ей быть на чем угодно. От телефонов и часов до автомобилей и холодильников. Android есть везде. Из уже более 500 миллионов смартфонов, проданных в этом году, 80% на базе Android. Android обеспечил открытой операционной системой разработчиков. Двигаемся дальше. На шестом месте – YouTube. День приобретения 10 декабря 2006. Сумма – 1 миллиард 650 миллионов долларов. Было бы справедливо сказать, насколько мозговыносящим и огромным является YouTube. Но факты сделают это за нас. Глядя на YouTube чисто только в качестве поисковой системы, он больше, чем Bing, Yahoo и Ask вместе взятые. На самом деле это самый крупный поисковик на планете. После поисковика Google, конечно. Так сколько же непрерывного видеоконтента на самом деле загружается в день? Может быть на неделю, на месяц непрерывного видео? Два месяца? Год? Нет. Попробуйте 10 лет. Вот правильный ответ. Более 10 лет видео загружается со скоростью 72 часа в минуту. И это только за один день. Если вы начинаете добавлять, ситуация становится еще глупее. В течение одного месяца просмотрено 4 миллиарда часов видео. Это как смотреть видео в течение 450 тысяч лет, но всего за один месяц. Мы могли бы продолжать с фактами, но есть намного более сумасшедшие вещи, о которых хочется рассказать в этом видео. Номер 5. Motorola Mobility. День приобретения 11 августа 2011 года. Цена 12,5 миллиардов долларов. Motorola Mobility была в беде еще в начале 2010-х. И Google воспользовались этой возможностью, чтобы стать обладателем некоторой части аппаратного обеспечения смартфонов в мире. Даже после продажи Motorola Mobility компании Lenovo в 2014 году почти за 3 миллиарда долларов Google сохранила за собой права на большую часть патентов Motorola. Бытует мнение, что покупка Motorola Mobility преследовала цель именно за получение патентов. На четвертом месте Boston Dynamics. День приобретения 10 декабря 2013 года. Стоимость неизвестна. Вот где вещи начинают становиться немного странными. Помните тех роботов, которых мы показывали вам некоторое время назад в наших видео? Google купил Boston Dynamics, компанию, которая создает роботизированные технологии. Это приобретение означает, что Google в настоящее время владеет одной из самых передовых робототехнических компаний на планете. Но и это еще не конец. На третьем месте Nest. День приобретения 13 января 2014. Сумма 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Лаборатории компании Nest создавали красивые умные термостаты и детекторы дыма. Это было частью их проекта по созданию умного дома. Google собирается помочь им в этом непростом деле. Возможно, в ближайшем будущем мы сможем увидеть, как дом работает на системе Android и получает информацию от Google. Такого рода приобретение компании оказалось весьма интересным и актуальным в последующие годы. На втором месте загадочный проект под названием DeepMind. День приобретения 6 января 2014 года. Стоимость 500 миллионов долларов. Проект сразу был переименован в Google DeepMind и стал первым искусственным интеллектом, приобретенным Google. DeepMind может быть описан как инновационная технология мирового класса с передовой системой машинного обучения. И смотря на действия DeepMind, можно точно сказать, что у машины есть многие человеческие факторы, способность к обучению и даже критическое мышление. Совершенно верно, критическое мышление. Но цель этого видео не напугать такими технологиями, а поделиться фактами. Первое место занимает проект, именуемый Google X, который год назад был переименован просто в проект X. X является полусекретным проектом, которым заведует Эрик Теллер под кураторством самого Сергея Брина. X известен многими проектами, в основе которых лежит искусственный интеллект. По словам Теллера, цель проекта X – улучшать технологии минимум десятикратно с каждым новым продуктом. В конце 2013 года Google начал свое поглощение технологических компаний, ориентированных на роботостроение. Таких как Humanoid Robots, Robotic Arms и Computer Vision. В основном, команды этих компаний примкнули к проекту X. И бонус. Очень интересный проект. Проект Loon, который также является частью проекта X. Проект Loon нацелен на предоставление интернет-услуг четырем миллиардам людей, у которых еще нет доступа к сети. Loon будет осуществлен с помощью воздушных шаров в стратосфере. Воздушный шар будет летать на высоте около 20 километров и создавать зоны беспроводной сети 3G. На данный момент шары проекта Google Loon уже пролетели более полтора миллиона километров. Google выражают надежду, что проект Loon принесет недорогой способ отправить остальную часть мира в онлайн. Давайте продолжим. Что же еще странного происходит в Google? Вот, к примеру, в октябре 2013-го были обнаружены четыре странные плавающие баржи у берегов острова Сокровищ, Сан-Франциско, Рикос-Волл, Портленд и Нью-Лондон в штате Коннектикут. Google отказался давать какие-либо подробные заявления об использовании четырех барж длиной 250 футов и массой более двух тысяч тонн. Единственным объяснением, для чего используется баржа, было интерактивное пространство, в котором люди могут познакомиться с новыми технологиями Google. Некоторые говорят, что это просто склад или маркетинговый офис для Google Glass, но никто не знает наверняка. Есть много проектов, о которых мы не рассказали, но чтобы вы представили общую картину, лишь отметим, что за год Google покупает более 40 компаний, занимающихся разными разработками. Так, в течение следующего десятилетия мы сможем увидеть полную автоматизацию умного дома, передовую интеллектуальную робототехнику и глобальное интернет-покрытие. Но за последующие 10 лет чем еще обзаведется Google? Их услуги могут уже составлять почти 40% всего интернет-трафика. С одной стороны, это немного, если брать во внимание такой большой и растущий доступ к каждому аспекту технологической вселенной. Но с другой стороны, этой компанией может быть и должен быть только Google, который продвигает технологический прогресс нашего мира. Не существует другой такой компании, у которой есть достаточно ресурсов и инфраструктуры, чтобы проводить исследования и разрабатывать такие удивительные технологии и производить продукцию по разумной цене для всего мира. Итак, что же мы поняли из всего этого? Ну, вы можете посмотреть на это следующим образом. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин были всего лишь двумя обычными парнями. Они увидели потребность более точного поиска и выжили все из себя, чтобы все увидели и оценили результат. Так что в следующий раз, когда вы подумаете, что стоит отказаться от очередной идеи, задумайтесь о том, что два очень умных, но при этом обычных парня изменили мир. А чем вы хуже? Всем спасибо, что были с нами. Поделитесь этим видео с людьми, которым интересен Google или технологии в целом. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...